Добрый вечер. Ура. Всем добрый вечер. Рада, что вы подтягиваетесь. Только я увидела уведомление на урок. Всем привет. И, естественно, в первую очередь я всех поздравляю с праздником. Я сейчас нахожусь в непривычном для меня месте, потому что мы празднуем День независимости Израиля. 73 года. Мы неожиданно. Мы, конечно, предполагали, что так будет. Не успели вернуться домой. Поэтому сейчас находимся посреди леса. И я из машины буду вместе с вами учить Тору. Потому что это единственный подарок, который я могу дать моей стране на ее долгие годы. Чтобы у нас не было войны, чтобы не увеличилось количество жертв, солдат со стороны мирного населения. Чтобы Израиль цвел, увеличился в численности населения, качественно и количественно. И чтобы мы все уже смогли собраться здесь вместе с Божьей помощью в следующий День независимости праздновать вместе. Кто не знает, сегодня официально государство Израиль 73 года. А мы с вами начинаем недельную главу. И у нас на этой повестке дня две недельные главы. Уверена, что вы уже многое учили и многое знаете. Но сегодняшний мой урок, так же, как и день, в который мы его даем, и место, в которое оно находится, он будет отличаться от всех предыдущих уроков. Если мы вместе с вами очень часто заходили в какие-то хасидские глубины, открывали Талмуды, иногда даже заглядывали краем глаза в Кабалу, то сегодня у нас такого не будет. Мы с вами разберем, на мой взгляд, самую актуальную тему, которая никого не оставит равнодушным, всего из одного слова из нашей недельной главы. Тазрея Митсура, две недельные главы, уверена, что вы уже знаете, что они рассказывают про проказы на теле, от чего они появляются, как их диагностировать и какое лечение надо применить к человеку, у которого эти заразы выскочили. Но так как мы знаем, что Тора это не историческая книга, и не только то, что было тогда, а напоминание нам, как мы с сегодняшнего дня, когда мы читаем эту недельную главу, меняем свою жизнь, тема, которую я вывела из этой недельной главы. Мне кажется, что каждый из вас скажет, что он сталкивался с этой темой и с ее проблематичностью. Мы сегодня будем говорить с вами про критику, как сделать так, чтобы люди нас слышали. Ведь очень часто бывает, что мы хотим сделать замечание человеку, и часто это из добрых побуждений. Мы можем сказать мужу, приходи раньше домой. Мы можем сказать детям, дети, давайте меньше смотреть мультики. Мы можем сказать подруге, как жалко, что мы с тобой так редко встречаемся. И что эти люди слышат напротив нас? Она мной недовольна, она вечно что-то требует, ей, наверное, что-то мало. И начинаются какие-то непонимания, и это все копится. Как выстраивать наши отношения с окружающими, чтобы они были здоровы. И самое главное, чтобы люди понимали, что я хочу им транслировать именно так, как я несу эту информацию, а не то, как они ее воспринимают и слышат. Начну с самого начала. Вообще из недельной главы мы начнем с базы, на которой я построю вот эти вот все отдельные темы. Мы говорим в этой недельной главе про проказы, которые выходят на теле человека. Это бывает не только на теле. Всевышний своей дорогой, я уверена, что каждый сталкивался с таким. Иногда мы слышим какую-то дурную новость, как корона, например. Сначала она произошла где-то в Китае. А, мы уже напряглись. Но ничего со своей жизнью не сделали. Потом эта корона подступила в нашу страну. Мы уже заполошились, поняли, что Всевышний где-то рядом посылает эту напасть. Но никаких выводов не делали. Потом, когда корона постучалась к каждому в наши города, мы уже запаниковали. Прошло уже полтора года, немножко больше года с этой напасти. И у каждого из нас появились уже близкие люди, знакомые люди, которые заболели. И мы начинаем нервничать, мы надеваем маски, мы пытаемся сидеть в локдаун. Мы пытаемся понять, делать прививки, не делать. Всевышний, он всегда пугает человека и ждет, пока мы раскаемся никогда. Знаете, как в этом фильме? Ты под балконом не ходи, а то снег в башка попадет. Вот никогда Всевышний снег в башка не попадет без предупреждения. Всегда у нас есть какая-то подготовка, чтобы мы немножко очнулись. И я желаю каждому из вас, чтобы мы видели маленькие знаки, которые Всевышний нам посылает. И не ждали, пока нам бабахнет по голове, а поняли, что Всевышний от нас хочет заранее на том периоде, когда он только нас пугает. Так вот, то же самое с этой пероказой. Всевышний сначала ее посылает на стену дома. Встает человек рано утром и видит, что вместе с картиной, там, я не знаю, цветов или рыбок у него пятно. Неважно какой формы, неважно какого цвета, красное, зеленое, он понимает, что это не плесень, что это не дети фломастером нарисовали. Или он бежит к Коину, приходит Коину и говорит, таме, не таме, чистота, не чистота. Это дети реально там что-то, тебе сердечко нарисовали или это духовная не чистота. Если человек после этого не делает какую-то чуву, не делает работу над ошибками, это дальше распространяется на дом. 19 дней дает Коин человеку для того, чтобы он понял, за что ему это послано и сделал раскаяние. Если нет, то пока петух не клюнет, 100%. Если человеку 19 дней мало для того, чтобы он вообще понял, в чем он виноват и как-то попытался изменить свое поведение, Коин говорит, снос, сим, дом. И неважно сколько он стоил, и неважно, есть ли тебе где жить, и неважно, это дача, вилла или какое-то, я не знаю, только что-то, что-то старое, новое. Не важно, дом сносится. Дальше это идет на одежду, если человек до сих пор не понял, что от него хотят. От одежды тоже сначала кусочек отрезают, потом всю одежду сжигают, пока это не появляется на теле человека, и дальше происходит вообще сумасшедшая вещь. Кроме того, что вот этой вот всей нечистоте посвящено две недельные главы, и эта тема настолько много разжевывается в Торе, немножко меньше, чем постройка дома для Всевышнего, то есть она кашрут, мы учим из одного предложения, не вари козленка в молоке его матери. Если бы у нас не было устной Торы, мы бы реально думали, что вот козленок, вот его мама, только в этом молоке варить нельзя, остальное все можно. Сука, написано, постройте шалаш. Как он должен выглядеть, какие закоды, какие размеры, из каких материалов, не написано. Тора очень часто экономит на словах, давая нам с помощью устной Торы понять, что она имела в виду. Здесь же две недельные главы у нас посвящены разжевыванию этой темы. И, кроме этого, мы видим, насколько она важна, эта тема, что наказание, которое мы получаем за эту проказу, оно не сопоставимо вообще ни с чем остальным, потому что это самая унижающая вещь, которая только могла быть. Если человек приходит койн и говорит, да, у тебя на теле проказа, этого человека выселяют из стана. Он уходит за город, в нашем понимании, мы уже с вами знаем слово локдаун, мы понимаем, как это, когда человека диагностируют, у него болезнь его отделяют, но только если в корону человек может остаться дома в отдельной комнате, он может поехать в гостиницу, например, в Израиле была такая возможность, то там он уходит за пределы города, отделяется полностью. И, кроме этого, по дороге он идет и постоянно орет. Я там, я там, не подходите ко мне, отделитесь от меня, посмотрите на меня, я не понял, что хочет от меня Всевышний, я не сделал чубу, я грешник. И все на него тычут пальцем, и все знают про его семью, и все понимают, что сейчас из-за этого человека мы опять будем стоять. Давайте в корону мы вообще очень понимаем эту тему, потому что мы вдруг, это наша актуальная жизнь. Почему человек, зная, что он плохо себя чувствует, пошел до работы и заразил там остальных? Почему он не носит маску? Почему, когда есть вакцина, не прививается? Почему из-за вот этих вот людей, которые не охраняют себя, я страдаю? Мои дети, не дай бог, страдают. Это всегда очень злит безответственность другого человека, которая автоматически влияет на нас. И вот такое вот унизительное постановление выносит кое человеку, у которого появилась вот эта цират на коже. Теперь у меня к вам такой вот самый, наверное, актуальный вопрос, так как человек, который пришел к вере уже в сознательном возрасте, и я ничего не воспринимаю, как в порядке вещей. Мне сказали, я делаю, я никогда не стучала там головой об стену. Мне очень важно понимать, почему Всевышний это хочет, какая логика заключается в вещах. Человек, который принимает на себя Тору осознанно, он очень копается, боясь стать вот таким вот, гадкое слово, конечно, мракобеса. Знаете, ну вот когда человек вообще не понимает, что он делает, зачем он делает, ему сказали, он делает. Так вот, в данном случае, когда у человека происходит какая-то проблема, всегда есть специалист, который в этой проблеме может помочь. Когда на доме появляется какая-то проказа, в первую очередь человек должен бежать к строителю, к ремонтнику, покрасить стены, бежать к специалисту. Когда у человека появляется зараза на коже, первое, что он должен сделать, это бежать к дерматологу и понять, где проблема. Тут же Тора нам говорит, нету врачей, нету строителей, нету никаких вообще других специалистов. Зови Коина. И тут возникает такой вопрос, который, если мы с вами остановимся посередине и не дойдем до конца урока, то у нас останутся очень большие вопросы вообще к тому, что написано. Потому что Коин – это может быть не сведущий человек, это может быть не мудрый человек, это может быть не знающий человек, это может быть не соблюдающий Тору человек. Это просто парень, который родился у папы Коина, а тот родился у деда Коина, и так они идут с цепочкой от Айрона Коина. Но никто не сказал, что он специалист. Он вообще может быть с пониженным IQ. Кто такие Коины? У нас есть колено Израиля, которые получили наделы, которые получили какие-то таланты для того, чтобы развиваться. Коины – это то колено, которое занимается храмом и работой Всевышнему. Они не получают за это зарплату, а живут на десятину, которые все остальные 11 колен отделяют для святой работы. Но Коин – это не всегда то, что мы с вами говорили, тот, который заходит в святая святых. Это не тот, который меняет золотые одежды на белые. Коин может быть местный парень-шмойль, который всю свою жизнь убирает, например, мусор жертвенника, вот эти вот остатки спаленного животного после жертвоприношения. Он собирает, выкидывает в мусор. Это единственное, что он может делать, что он умеет делать. Коин – это не показатель мудрости, высокого интеллекта или чего-то другого. И когда Тора нам говорит, иди вот к такому человеку, который может быть совершенно не сведущий в теме, и он тебе должен сказать, снести тебе дом за 5 миллионов или не снести, возникает грубый вопрос. Кто ты такой? А что ты больше знаешь? Ты же вообще в теме не разбираешься. Унизить человека так, чтобы потом всю неделю, 2-3, пока он не сделает чуву, вся страна говорила про этого человека. За главные были какие-то статьи, заголовки, интернет и фейсбук, и все, что угодно писали, что из-за него мы так страдаем. Вот на такие издевательства мы идем, только если непрофессиональный шмулик нам скажет, ну да, похоже, что это мацюра. И у сознательного человека, который привык задавать вопросы, возникает тут же диссонанс. А что к доктору не пойти? А почему к непрофессионалу я должна идти? Тем более я хочу усилить мой вопрос и сказать, что бывают 2-2 крайности. Например, крайность, когда рассказывается в Талмуде, был в городе один человек, у которого что-то выскочило на руки, и он не мог понять корень этой проблемы. И он начал искать Коин, и оказалось, что в их деревне только один Коин. Пришел он к нему и говорит, Коин, скажи, это мацюра или не мацюра? А Коин такой, чувак, я даже Алифбет не знаю. И он зовет Раби Акиеву, раввина своего города, и говорит, И он говорит, Раби Акиева, посмотри, скажи, это тамэ или не тамэ? И Раби Акиева говорит, скажи ему, что это такой-то ответ. Скажи ему. То есть даже Раби, который знает точно, это духовное заболевание или физическое, он не может сказать это напрямую человеку, он должен передать и такое, но этот необразованный паренек должен дать свое последнее слово. Или что происходит в ситуации, когда эта проказа появляется на теле знатока? Например, Мушер Абейну. Был такой случай, когда впервые Всевышний в горящем кусте явился Мушер Абейну и сказал, Let my people go, иди выведи мой народ из Египетии. Какая первая реакция была Мушер Абейну? Да ладно, они мне не поверят. Почему они будут, почему ты думаешь, что они поверят, что я посланник Бога, а не какой-то сумасшедший? И все вышли, разгневался и сказал, что ты про мой народ так думаешь? Они очень четко понимают, где святой, а где не святой, где человек с духовным каким-то восприятием мира, а где Абер Мот, которого надо послать. И появилась на теле Мушер Абейну проказа. Мирьям, его сестра. Вы помните этот случай, когда Мирьям, еще будучи пятилетней девочкой, встала перед своим отцом и сказала, Папа, ты хуже фараона. В чем была ситуация, когда фараон издал, ой, извините, прям, когда фараон, а как вычитывают Коэна, как распознательно, Коэн передается по линии Папы. Коэнство передается от брата Мушера Бэйну Аэрона до наших дней. Не всегда Коэн носит фамилию Коэн, но это все передается из поколения в поколение. Окей, вот так. В общем, я потом с Божьей помощью отвечу на этот вопрос глубже, не хочется отдаляться. Секунду, на чем это я? А, так вот, Мирьям. Ее папа решил, что если сейчас каждый мальчик, который родится в еврейской семье, будет послан в реку и утоплен, он сказал, я хочу с тобой, моя жена, развестись для того, чтобы с одной стороны невозможно жить в браке не для детей, с другой стороны, мы не можем изначально подставлять детей под смерть. Они развелись, и весь народ остальной посмотрел на этого духовного лидера, отца Мушер, отца Мирьям, еще тогда не было Мушер, и они тоже развелись. Пришла Мирьям и сказала, ты хуже, чем фараон, фараон убивает только мальчиков, а ты не даешь родиться тоже девочкам. И тогда они сделали помпезную свадьбу, все остальные также последовали их совету, и вот в этом новом их браке родился Мушер Абейну. Мирьям, которая точно знает силу нашей возможности рожать детей, еще еврейский ребенок, еще святая душа, еще возможность исправить мир, еще возможность благословить, благодарить и проявить Всевышнего в этом мире. Если вот этот вот один рожденный мальчик стал избавителем еврейского народа, чего ты, Мушер Абейну, являющаяся воплощением этого чуда, вдруг говоришь, я отделюсь от своей жены, потому что я слишком святой, я постоянно общаюсь со Всевышним, и поэтому я не буду больше иметь детей от нее. Мирьям была в шоке, и она пришла, и с добрыми намерениями ему сказала, ему и Арону, Мушер Абейну, посмотри на нас, мы тоже благословлены Всевышним, мы тоже с ним общаемся, но никто из нас не отделяется от семьи, не отделяется от возможности иметь детей, и у нас как бы адекватно мы оцениваем ситуацию, и Всевышний ее за это наказал. Причем очень интересно, ведь когда Мирьям, Всевышний посчитал, что это было лошоная ра, несмотря на то, что было сказано от чистого сердца и с наилучшими пожеланиями, не было коина рядом, единственный коин был Аарон, и он не мог посмотреть, цера это или нет, потому что он был ее ближайшим родственником. И это первый случай, когда сам Всевышний выступил в роли коина Агадоль, и сказал, Мирьям, извини, это церат, и она вынуждена была на семь дней выйти за пределы Махане, сделать там раскаяние, и тогда сам Всевышний сказал, Мирьям, ты можешь возвращаться, ты очистилась. Рядом с Мирьям стоял Мушер Абейну, и он не мог посмотреть на эту церат и сказать это... Подумайте, ведь это... Мушер Абейну обучил всех коинов, как распознавать эти штуки. Если мы откроем с вами эти две недельные главы, мы увидим, что у нас есть пять видов нечистоты. 72 вида проявления вот этих вот всяких дерматологических штук на коже. На бороде оно такой формы, на залысине оно другой формы, за ушами так, до лопатки так. Это надо быть реально специалистом, который ни одно высшее образование окончил, чтобы понимать в этом всем. И тут у нас усиливается вопрос, а при чем тут тогда коин, который вообще не знает эту тему, он может решить настолько важные дела? Почему мы обращаемся именно к нему? Есть такая история, когда человек приходит в синагогу, подходит к раввину и говорит, я хочу на ближайшую молитву выйти на биму и благословить еврейский народ, как коин. Он говорит, нет, такого не может быть, обычный еврей не может стать коином. Он говорит, ты знаешь, я тебе заплачу 50 тысяч долларов, дай мне возможность выйти и благословить. Раввина тут же зачесались руки, он ладно говорит, что-то придумаем ближе к шабату. Потом все-таки его не упускает это все, не отпускает эту тему. Он подходит и говорит, скажи мне, а почему тебе это так важно? Человек отвечает, у меня дедушка был коином, выходил и благословлял, папа был коином, и я тоже хочу. То есть иногда есть коины, которые кроме того, что они коины, вообще ничего не знают в Торе. Я уверена, что если вы ходите, болезни даны за наши грехи, окей, но это не говорит о том, что в наше время мы должны избегать врачей. Мы все знаем, что в первую очередь нет ничего важнее жизни человека. Мы нарушаем шаббат, не дай бог, мы нарушаем Йом-Кипур, мы нарушаем кашрут, мы нарушаем посты, если это как-то угрожает жизни. Поэтому врачи, как посланники Всевышнего, неотъемлемая часть нашей жизни, вы не найдете человека, который скажет, наверное, у меня сейчас насморк из-за того, что я что-то сделал, какой-то грех, дай-ка я раскаюсь. И раскаюсь, пока человеку вообще там плохо не станет. Нет, сначала бежим к врачу и вместе с этим думаем. А на духовном уровне что привлекло? Вот это то, что мой организм стал слабым и принял на себя вот эту заразу. Раньше не принимал, а сейчас вдруг заболел. Правильно говорите. Но мы должны понимать, что мы живем в мире, где врачи имеют большую силу от Всевышнего, конечно же. Дальше. Я уверена, что если вы ходите в синагогу и когда-то бывали на вот этом вот благословении коинов, когда раввин, если он не коин, спускается с бим и вниз становится вместе со всей общиной и поднимаются коины, общины, одевают талиты, выставляют руки вперед и благословляют еврейский народ. И у многих мог возникнуть вопрос. Это, конечно, я говорю не про Израиль, вот, например, я жила в Киеве и вообще бывала в очень многих общинах на молитвах, и это всегда ярко выраженный пример, потому что спускается с длинной бородой, раввин, в шляпе соблюдающий человек и поднимается на сцену кто? Паренек в розовой футболке I love New York в порванных джинсах, который только что вбежал в молитвенный зал, потому что не молился все это время, разговаривал с какими-то чуваками на входе, и вдруг он во всей вот этой красе поднимается на биму и все закрывают глаза и начинают получать от этого коина благословения. Ну, смешно на первый взгляд. Этот человек вообще ничего не знает про благословение, про Всевышнего, про то, что он говорит, и еврит, он начал понимать только вчера отдельные слова. Почему он имеет эту силу благословлять, а реально знающие люди стоят внизу и только говорят амен, амен, амен. Это всегда вызывает какое-то смущение, особенно у людей, которые не понимают истинную причину этого всего. А причину мы, конечно же, с вами сегодня разберем и поймем, как она влияет тоже на нашу каждодневную жизнь. Итак, когда приходят все мудрецы, естественно, и пытаются понять, в чем вот эта вот сила коина, я приведу только один пример. Говорят, что мэр из Двинска, он предположил, что, может быть, это была заразная какая-то штука, которую не могли переносить дальше. Как хазовый шалом, мы уже знаем, корона. Почему у меня сразу первая ассоциация? Потому что он написал, это была проказа, которая передавалась через слюну воздушно-капельным путем. И тогда еще на то время очень многие возмущались, как какая-то зараза передается воздушно-капельным. А сейчас мы понимаем, да, нося маски, мы понимаем, что такое воздушно-капельный. И он говорит, что врача заражать нельзя, раввина заражать нельзя. Можно пойти только к человеку, у которого уже есть антитела. Антитела это то, что человек служит Всевышнего, находится под постоянным покрытием Всевышнего. И поэтому только к корону можно было пойти в данной ситуации. Но сразу я хочу сказать, что это, хотя и имеет место быть этот вариант, но он тут же ломается у два закона, которые тоже приведены в нашей недельной главе. И они относятся к любому человеку, который в празднике увидел на своем доме, на стене, на одежде или на теле какую-то бяку, например, в первый день Хануки. Ему надо сделать простую вещь. Низкая крыша. Я в домике, я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Почему? Чтобы не портить настроение на все праздничные дни, Всевышний смилостивился над человеком и сказал, в праздничные дни мы не обращаем внимания. Зная, что праздники это то время, когда мы со всеми встречаемся и находимся в кругу семьи, в кругу общины, в кругу всех остальных, странно было бы предположить, что заразному человеку разрешили посещать все эти мероприятия и закрыть глаза на то, что восемь дней он сейчас будет зараженный ходить и заражать остальных. То же самое касается жениха. После свадьбы встает жених, смотрит, а у него опа, выскочило что-то на руке. И он такой, твою маковку, сейчас семь целых дней мы ходим по гостям. Как я сейчас скажу своей жене настоящей, что у меня тут, извините, что-то выскочило. Нет, Тора смилостивилась над женихом, и невестой говорит, все семь дней закрой глаза, потом разберемся, кайфония от жизни, а дальше подумаем, что с тобой сделать. Поэтому сказать, что эта болячка заразна, очень опрометчиво с нашей стороны, надо искать нюансы в каких-то других вещах, и мы их, естественно, нашли. И это все кроется в одном слове, как я с вами уже обсудила в самом начале урока, слово, замечательное слово, с любовью. Сказано, что Коин благословляет евреев с любовью. И на это тоже приходят комментаторы и говорят, стопэ народ, а где вообще сказано, что Коин благословляет с любовью? Всевышний нигде не заповедовал говорить с любовью что-то. Себя любить, Всевышнего любить, у нас есть заповедь, а чтобы когда-то мы слышали в Торе, чтобы Всевышний сказал Коину благословляя народ с любовью, такого не было. Чего вдруг приходят мудрецы и говорят, что это было заповедано? А очень легко, потому что Коин по-другому не может, потому что генетически в Коине заложена эмпатия, чувствовать связь с местом, в котором он находится. Никогда вы не найдете Коина отстраненного, который думает только о своем кармане. Если вы видите в синагоге человека, который по своей воле принес перед молитвой печеньки, просто чтобы людям было приятно заходить, который подметает, ему говорят, чувак, здесь есть женщина, которая за это платит, он говорит, как, синагога это как дом, мне не сложно, людям приятно будет. Когда человек занимается какими-то постами, такими общественными, когда он волонтер, я правда вам скажу, все Коины, без исключения, с которыми я знакома, я предлагаю провести вам такой же опыт, они все именно такие люди. все, кто у нас в общине был активным деятелем, они все были Коинами, это удивительное качество, которое передается по ДНК, по генетике, все, кто потомки Айрона Коина получили вот эту вот возможность быть эмоционально ну в общем вот такими вот людьми, которые думают об окружающих. И здесь нам становится немножко понятнее уже вся ситуация, в которой мы находимся, потому что если мы идем с какой-то проблемой к раввину, ничего против раввинов я не имею, но на раввинах стоит очень большая ответственность, за которую они несут, как говорится, собой отвечают, мамой клянусь, они не должны приступить закон Торы, поэтому первое, что думает раввин, а как по Торе, а были ли в Талмуде такие случаи, а как мудрецы постановили в этом случае, он совершенно забывает, что перед ним стоит реальный человек, и в разных ситуациях оказываются разные люди, и то, что привело к этой ситуации, оно разное, вы понимаете, что когда приходит человек и спрашивает раввина, на эту курицу капнула капля молока, она кошерна или не кошерна, раввин не должен в первую очередь вспоминать, а, одна капля, а курицы здесь 2 килограмма, по закону, это, первым делом раввин должен подумать, кто передо мной стоит, если это человек, который может купить себе миллион таких куриц, конечно же, по закону, даже устражись и скажи, выкидывай эту курицу, покупай новую, ну а если это бабушка, у которой маленькая пенсия, и которая эта курица купила на шаббат из последних сбережений, закон должен немножко отодвинуться, и вперед должна выйти какая-то эмпатия, вот у раввина часто это эмпатия за тяжелым занавесом, потому что есть ответственность не перейти законы Торы, у врача тоже клятва гипотекрату, я не знаю, есть тоже политика в врачебной практике, сейчас, например, когда все врачи говорят за то, что надо делать прививки, обязательно все делайте прививки, она никак не влияет, а потом общаешься с врачом каким-то в нейтральной такой обстановке, когда ты спрашиваешь его не как врача, а как личность, сделал ли он прививку, нет, не сделал, потому что нету никаких, там, я не знаю, никто не берет ответственность, я не знаю, что будет, то есть на врачей тоже влияют, Коин это единственный человек, который 10 раз подумает, и он не будет стоять напротив тебя и судить тебя, он как бы передвинется на сторону, станет рядом с тобой и скажет, родной мой человек, давай подумаем, что делать, проказа выскочила, ты знаешь, почему, давай мы вместе с тобой справимся, он 10 раз подумает, он 10 раз человечность, нахон, 100%, он 10 раз подумает, как сделать, так перевернуть ситуацию, чтобы вывести ее тебе во благо, а не тебе на зло, и именно от такого человека нам легче получить какую-то критику, который не приходит и со стороны высокомерно говорит, этому жить, этому умирать, это тума, это не тума, это цера, это не цера, кто больше заплатил, тот такое получил, нету такого у Коина, потому что генетически им передалось вот это вот желание помочь, откуда, и мы уже с вами говорили, что это все идет от Ирона Коина, первое упоминание про Ирона, когда мы с ним встречаемся и знакомимся с его личностью, мы узнаем о нем с уст самого Всевышнего, и это ситуация, которая меня, например, очень сильно ломает, потому что я не как Ирона, я бы так не смогла, поэтому я не Ирона, я один, а приятно познакомиться. Что было? Приходит Всевышний, мы уже третий раз об этом говорим, но это важная часть нашего урока, к Мушер Абейну и говорит, я назначаю тебя быть моим посланником, вывести еврейский народ из Египта. На что Мушер Абейну хватается за голову и начинает придумывать разные возможные варианты, почему нет. Они не поверят, я плохо разговариваю, вы знаете, что у Мушер были проблемы с дикцией, потому что он когда-то обжег сильно свой язык, и после этого его очень было сложно понимать и слушать. И последнее, самый такой яркий довод, который Мушер привел Всевышний, посмотри на нашу историю, сколько произошло проблем, которые мы до сих пор, между прочим, спасибо большое, Наталья, мы с этими проблемами до сих пор сталкиваемся. Произошло от того, что братья что-то не поделили. У нас есть четыре истории, которые перевернули наш мир с ног на голову. Каин и Авель убийство, когда два брата не поделили свое место под солнцем. Ой, секунду, чтобы не забыть у нас где что. У нас есть Ицхак и Ишмаэль, я как житель юга страны. Первый год своей жизни в Израиле, вот в этом месте, относившаяся к бомбоубежищу, как к своему дому. Первое, что я сделала, это поставила диван не дома, а в бомбоубежище, потому что мы там какое-то время находились чаще. Вот все, это произошло от Ишмаэля, от того, что они не поделили папу, не поделили первенство, не поделили свою часть в семье. Дальше у нас есть Яков и Исав, дальше у нас есть Йосеф и братья, которые его продали. Мошер Абейну хватается за голову и говорит, Всевышний, не делай этого. Ты что, не учишься на ошибках? Кто был все время с еврейским народом во время рабства? Айрон. Через кого ты передавал информацию? Айрон. Через кого ты говорил евреям, что ты любишь еврейский народ и скоро это закончится? Через Айрона. Мошера Абейну. Извините меня со всем моим уважением к нему. Почти все время рабства просидел вообще не в Египте. Он был в Медьяне под крылом своего тестя. Он работал, он жил в шоколаде, у него родилось двое сыновей, он выходил в поле пасти своих овец, вообще не думая, не гадая, что сейчас его народ переживает. И вдруг, когда к нему приходят и говорят, ты выведешь, он говорит, почему я? Айрон достоин, Айрон круче, Айрон меня возненавидит за то, что ты меня делаешь вот таким вот посланником. Спасибо большое. И тогда Всевышний успокаивает Муше и говорит своими устами всю мощь характера Айрона. Он будет за тебя сердечно рад. И вот это вот слово сердечность, оно передается из поколения в поколение всем потомкам Айрона. И что произошло на самом деле, когда у Муше не осталось никаких доводов против, и он должен был идти спасать еврейский народ, когда Айрон это услышал, он первый, кто стукнул его по плечу и сказал, брательник, Мойшик, ты крутой, ты молодец, когда поднимем лыхаем, когда выпьем 100 грамм за твое продвижение. Мало того, что он порадовался, и можно сказать, что он это сделал только внешне, а внутри, как мы сами умеем делать, о, козел. Нет, он стал вторым человеком после Муше, вторым. Он носил за ним сумки, он носил за ним книги, он ходил за ним по стопам, и несмотря на то, что они оба слышали, что говорит Всевышний передать еврейскому народу, это выглядело очень показушно и очень странно. Всевышний сказал, передайте еврейскому народу, что завтра вода превратится в кровь. Аарон должен был подойти к народу и сказать, Всевышний передал, что происходило. Подходили они к народу, и Муше своим вот этим вот непонятным языком говорил, Аарон, передай народу, что завтра будет первая казнь кровь. И Аарон это все передавал своим красивым языком. И он ни разу не сказал, хватит, сколько можно, я так же слышу Всевышнего, как и ты, я сам могу все сказать, я, зачем ты мне здесь вообще нужен, какой-то цирок устроили, поломанный телефон, пусть каждый занимается своим делом. Это я говорю за себя, я бы так сказала. Ну вот в моей жизни была такая ситуация, приехал в Киев человек с Израиля, и он хотел построить в честь своих родственников, погибших в Холокосте, да, благословит Всевышней память о всех жертвах погибших, он хотел поставить бетонный монумент, и он взял меня как переводчика, и мы ездили с ним по бетонным фабрикам узнавать, сколько стоит бетон, как его перевести, как сделать вот эти вот фигуры специальные, мы поехали в первый завод, второй находился в другом городе, за время езды 3-4 часа я с ним общалась и поняла уже все, что он хочет, на втором заводе я опять переводила слово в слово, на третьем заводе что, я уже не выдержала, чувак, я все поняла, я уже разбираюсь в этом бетоне лучше, чем ты, и я начинаю очень красиво вместо него, стопэ, дядя, я все знаю, объяснять, какой бетон нам нужен, сколько мы готовы заплатить, в каком количестве купить, стоит ли говорить, что это был последний наш завод и больше дядя со мной дел не имел, почему, потому что ему было важно посмотреть на реакцию, посмотреть на человека, он видел какие-то вещи, которые я не видела, но всегда сложно, когда вместо тебя кто-то считает себя умнее, с Ироном такого не было, он был настолько лапочкой, настолько понимающим, настолько радовался за другого человека, что он искренне находился на втором месте тенью Мушера Бейна. И секунду, вообще мы знаем, например, представьте ситуацию, что у папы есть много сыновей, и если каждый из этих сыновей будет приходить к папе постоянно говорить «Дай мне пожалуйста, помоги, мне нужны деньги, я не справляюсь, у меня нет еды, и так каждый будет приходить, у папы разорвется во-первых нервная система, во-вторых мозги, он в конце скажет «Ребят, я не могу всем помочь, давайте я буду за вас молиться, потому что всем помочь невозможно, но если приходит старший сын, наливает папе чай, и говорит «Пап, давай сядем, вот смотри, у нас есть младший шмолек, у него не получается, у него много детей, у него бизнес не идет, давайте как-то все скинемся, ему поможем, папа в жизни не откажет, потому что когда человек просит за другого, это очень трогает, это очень мило, это очень изнутри, от сердца, и вот это от сердца, это вообще главный секрет нашего урока, который мы к нашей жизни переведем, когда Коэн, какой бы он ни был, в розовой майке I love Miami стоит и благословляет еврейский народ, у него автоматически, генетически, как бы вы это ни назвали, идет всеобщая любовь и желание, чтобы всем этим людям было хорошо, у него нету мыслей, дай сначала мне, а потом сдачу раздай остальным, Коэна это такие люди, которые отдадут последнее, что у них есть и никогда об этом не будут жалеть и вообще все это мы учим не только от Коэна, откуда сами Коэны это все учат, а именно из поведения Всевышнего, подумайте, когда Всевышний выводил еврейский народ из Египта, написано, что он вывел Гой из Гой, не из Гой, Гоя из Гоя, для нас сейчас в современном языке слово Гой звучит особенно на русском достаточно грубо, на самом деле Гой это народ, евреи это Гой, поляки это Гой, украинцы это Гой, все мы Гои разной национальности, так вот, когда выводят евреев из Египта, не сказано, что выводят евреев из Гоя египетского, написано Гой от Гоя, мы ничем не отличались от них, мы были такие же, и не важно, что мы сохранили имена, одежду, язык, мы были все проникшие вот этой ассимиляцией, которая 200 лет проникала в наши семьи, и нас уже было не отличить от египтян, подумайте, вот люди, которые занимаются бизнесом, хоть раз вкладывали куда-то свои деньги, первое, что человек хочет снизить риски, понимать, что он потеряет минимум вложений, если что-то у него пойдет с бизнесом не так, теперь, когда Всевышний вкладывает бизнес в свои деньги, свои силы, свои чудеса, не в какой-то проект офигенный, который сулит большими миллионами, а вот в этот вот захудалый, поломанный, почуханный, бэушный народец Всевышний очень много кладет на кону, и он в принципе, если бы был бизнесменом, как бы мы с вами могли грубо это сказать, на месте бизнесмена, он бы пришел к этому народу и сказал, ребята, мне важно понимать, что я это делаю не просто так, что я вкладываю в вас не просто так, пообещайте мне, что я для вас это все сделаю, я покажу чудеса, я избавлю вас от короны, от рабства, от всего остального, но вы взамен дадите мне возможность вас исправить, вернетесь, будете соблюдать мои заповеди, получите мою тору, они как ишмалитяне сказали, не воровать, не, 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 не подходит, не убивать, не, не, не подходит, евреи в том состоянии, в котором они находились, могли в принципе сказать то же самое, и тогда все было бы напрасно, Всевышний молчит, Всевышний целый год вкладывает вот в этот изначально провальный проект все, добрый вечер всем, все, не все, очень много своих сил, у нас начинаются, перед нашими глазами происходить фантастический фильм, то вода в кровь, то лягушки из реки, то вши, то все умирают, то все восстают, то что-то там происходит, а евреи живут вообще ни слухом, ни духом, как с телевизора на это все смотрят, а потом море расступается, а потом ман на землю сваливается, а потом вода посреди пустыни, бери не хочу, и только после этого всего, когда Всевышний наполняет нас своей такой любовью, он говорит, Тору возьмете, и мы такие все, а, конечно, Всевышний, ты с такой любовью нам ее дал, бесплатно, две давай, и письменной, и устной, пусть будет, максимум, передарим кому-то, и вот эта вот любовь и есть сейчас для нас, для каждого дня, в принципе, путеводной звездой, как говорить с остальными людьми, я понимаю, что сейчас так кажется очень тривиально, очень просто и очень очень хочется вам объяснить немножко глубже, что я имею ввиду, и тогда каждый из вас может быть с Божьей помощью сможет это правило немножко взять в свою жизнь и хоть одного конфликта избежать. Представьте ситуацию, что вот то, что мы с вами уже говорили, насколько люди нас неправильно слышат. Когда я своему мужу, и мы с ним это после изучения вот этого урока обсуждали, когда я своему мужу говорю, пожалуйста, приди раньше с работы, пожалуйста, погуляй еще немножко с детьми, ну, посиди с ними, поиграй в какую-то игру, сходи с ними в парк, милый, может, приготовишь сегодня салатик какой-то, ты так вкусно готовишь. Я ему хочу сказать только одно. Милый, мне тебя не хватает, мне с тобой хорошо, будь чаще с нами, дети кайфуют от общения с тобой. Что часто слышит мой муж? Она мне недовольна, она разочарована, я не я не даю ей то, что она хочет, она постоянно чем-то недовольна. Я сколько можно, я должен работать, содержать семью и дома быть, я же не могу разорваться, и с детьми я нормально, что она хочет больше, она, наверное, постоянно мной недовольна. И когда человек чувствует, что идут войной с ножом на его личное я, на его личное самоуважение, тогда первое, что он становится на защиту и начинается такой диалог. А ты что? А на себя посмотри. Дети. Когда мы очень, ладно, не мы, я уверена, что вы все замечательные родители. Когда я в конце дня вижу дети все в телефонах и начинается мой обычный монолог дети, сколько можно втыкать, что дети слышат. Мама опять нами недовольна, что мы такого сделали. Когда мы рисовали два часа, мама не видела, когда мы убирали в комнате, мама не видела, то, что мы сами помылись, почистили зубы, мама не видела, а как что-то мы начали в телефоне смотреть, так тут же прибежала и начинает ирать. Это же вообще не то, что я хотела сказать. Как говорить, чтобы люди реально понимали, какую информацию мы хотим донести? Шалом всем, кто сейчас присоединился. Вы подошли к финалу, но надеюсь, он для вас тоже будет актуальный. Вообще, я вам забыла рассказать про две истории, насколько вообще важно чувство человека и быть в каждой ситуации как Коин, который смотрит на человека рядышком находясь с ним, а не как человек, который судья и сверху вниз судят. Две истории, маленькие, но на мой взгляд очень показательные. Первая история великий раввин, умудрец Ховицхайм, может вы слышали о таком, приехал в город и естественно все богачи начали ссориться между собой, у кого Ховицхайм будет гостевать шаббат. Они решили сделать лотерею, выиграл один и вот всю неделю он готовится, он дает жене указания, она составила список, убрала дом, готовит три дня уже невероятные блюда и вот настал тот самый день, они с синагоги идут с Ховицхаймом домой с огромным количеством людей рядом и он заходит домой и первое, что он видит, что на столе, кроме вина и салатов, лежит хала, которая не накрыта салфеткой, вы знаете, что халу мы обычно накрываем и тогда он подумал, что обо мне Ховицхайм подумает, он наверное будет думать, что я не знаю основных законов, что я может и кашрут не знаю, он сейчас подумает, что я вообще бестолочь и первое, что он приходит в голову, он кричит своей жене, Гита, ты что не знаешь, что в еврейском доме накрывают халу перед шабатом и у этой Гиты падает вообще все, вся неделя, которая она работала, все три дня, которые она готовила, все мысли, все это сломалось, как будто она ничего не делала, потому что забыла накрыть халу, Ховицхайм не растерялся и он сказал, скажи мне, хозяин дома уважаемый, а ты знаешь вообще, зачем накрывают халу, знаю, чтоб хала не обиделась, потому что по закону на нее первые должны сделать благословение, а мы делаем благословение на бокал с вином, делаем кедуш, поэтому мы халу накрываем, чтобы она как бы этого не видела, Ховицхайм сказал, послушай, ты когда-то видел халу, которая бежала к психологу и рассказывала, что ее опять унизили, что с ее мнением не считаются, видел ли ты халу, которая убегает, стирая пот, театрально с лица меня опять в этом доме не приняли, ты видел когда-то халу, которая плакала от того, что ее недостаточно уважили, сделав кедуш перед ней, никогда, но с этой историей единственное, что мы можем выучить, что если Всевышний так заботится о бездуховной халу, как мы должны заботиться о том, чтобы не сказать человеку лишнего, чтобы всегда чувствовать, что человек в данный момент услышит из моих уст, ведь любое, что вы безрульно, так вот же руль, все нормально, руляка тут, когда я говорю человеку, иногда, я не знаю, у тебя здесь пятно какое-то, человек может сказать, о, спасибо, я там весь день проходила, мне никто об этом не сказал, а в другой раз он может сказать, на себя посмотри, нет у меня здесь никакого пятна, иначе, мы всегда должны понимать, как человек воспримет наши слова и нашу критику, второе, вообще, вторая история, я ее, когда читала совсем недавно, вот у нас за день до дня независимости, вчера был день, в который мы вспоминали падших солдат и жертв террора, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы могли продолжать существовать в этой стране, и вот к этому всему очень грустному, трогательному дню я прочитала историю, которая, мне кажется, как никогда подходит для нашего урока, для меня, конечно же, как для хабадницы и раби, он высшее проявление, пример человека, который всегда относился к другим, глядя внутрь, зная, что надо сказать, зная, что поддержит, когда одно слово влетало как самая лучшая витаминка и взмывало человека в небеса, и люди выходили оттуда такие воодушевленные, что никакой коуч и психолог за годы своей практики не смогли бы добиться, раби всегда смотрел в сердце человека. И был такой обычай у раби, многие хабадники это взяли для себя, что никогда раби не говорил никакое благословение наизусть. Даже если это Бонде Ани, даже если это благословение после туалета, всегда была или бумажка, или книжечка, с которой он читал. Раби исполнилось 86 лет. Это был уже пожилой человек. Спасибо большое. И он все равно продолжал все время смотреть в книгу. Очень долго молиться, очень долго изучать, никогда не говорил ничего наизусть. И вот на одной встреч, когда была молитва, и все знали, что во время молитвы раби вот так вот всегда сидит, поддерживая свою голову вот так вот рукой, потому что было уже очень тяжело склоняться над книгой. И все хабадники уже это знали. И тут пришло время, какая-то неделя была, когда все обратили внимание, что раби сидит над книгой, не склонив голову. Он не поддерживает голову, он просто видно, что ему тяжело, а он руку ни разу вот так в свойственной ему манере начали движ делать. Чего наш раби так? Есть какой-то смысл в этом? Пока они не поняли вообще всю глубину происходящего. В то время в Америку на праздники приехал солдат армии обороны Израиля, который попал в засаду и рядом с ним взорвался танк. И этот парень долгих амулет жизни он стал инвалидом, ни о ком не будет сказано, осколки попали в глаза, он потерял зрение, у него лицо было обожжено, и поэтому это было очень сложно на это все смотреть. Каждый раз, когда этот парень заходил в синагогу, очень многие отворачивали лицо, не потому что неприятно, а потому что посмотреть на лицо этого солдата и плакать, 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 плакать. Раби, когда увидел этого солдата, и не важно, что он был слепой, и не важно, что этот солдат никогда бы в жизни не увидел, и никто бы не посмел про Раби плохо подумать, Раби перестал делать так, чтобы ни в коем случае хоть один человек не подумал, что он закрывает своей рукой лицо, чтобы не видеть этого человека. Если бы он ходил год, все понимают, что год, Раби бы не закрывал лицо вот так вот, а испытывал большие неудобства физические, но продолжал бы читать, склонив голову без руки. Когда мы с вами видим, что человек нас любит, и желает и желает нам добра, и желает нам счастья, и желает, чтобы мы исправились в хорошую сторону, потому что он видит, что нам так будет лучше, от такого человека мы с вами всегда с удовольствием получаем критику. Подумайте, мы все хотим измениться, мы все хотим посмотреть на себя со стороны, как нас видят люди. Я уже когда-то, давным-давно это говорила, но это просто вообще для меня было каким-то открытием. Когда я в свою бурную молодость работала каждое лето в лагере вожатой, в один из разов в фидбэк уже последний день мы с нашим отрядом начали разговаривать на тему ожидания реальность. И как-то зашла тема первого впечатления у каждого из нас, о месте, у лагеря, о людях, которые окружают себя, и я была в шоке, я была поражена, что очень много ребят высказали свое ощущение, что когда они только со мной познакомились, увидели меня, они сразу подумали, что я высокомерная, что я заносчивая, что я какая-то такая прям дама-мадама. И только в конце они все мне это рассказали, потому что сказали один, мы так ошибались, ты на самом деле милая и добрая, в тебе нет этого никакого высокомерия. Для меня это до сих пор, представьте, прошло уже столько лет, а я это помню, для меня знакомство с новым человеком всегда очень травматично, потому что иногда я даже веду себя как-то очень инфантильно, чтобы, не дай бог, не дать ощущение человеку, что я высокомерна, хотя во мне, мне кажется, этого качества вообще нет. Это я к чему? К тому, что всем важно исправиться, все хотят узнать, как они выглядят со стороны, все хотят стать лучше. Почему же тогда так часто какую-то критику, замечание, какое-то слово со стороны мы воспринимаем, как будто нас вызвали на поле боя и нам надо срочно защитить свое я. Почему? И все кроется в нашей индейной главе и в этом слове с любовью, потому что мы не чувствуем, что человек это делает от всего сердца. Потому что когда я даю своим детям замечания, я должна в первую очередь подумать, а наполнила я ли детей знанием, что я их люблю. Сколько раз до этого я предложила им поиграть вместе? Ноль! Сколько раз я им сказала, какие вы молодцы, что вы рисуете вместе? Ноль! То есть я стояла, я делала замечательные вещи, я готовила, я убирала, я стирку закидывала, но когда я на них целый день не обращала внимания, прийти вечером и сказать, что это вы схватили за телефоны, для них я пришла со злыми побуждениями. Когда у нас с мужем, я не знаю, неделю он работает и очень поздно возвращается, и мы с ним не общаемся, если в один из таких вечеров я его схвачу и скажу Мойша, приходи раньше домой, он услышит, не, милый, я хочу с тобой больше проводить времени, потому что я не давала никакой ему любви все это время, он увидит, что я его вызываю на поле боя и с удовольствием примет это приглашение, надеюсь, не с удовольствием. Поэтому самое главное правило, если мы хотим правда от чистого сердца сказать своей подруге, что парень, с которым она встречается, ей со стороны кажется недостойным ее человека, если мы хотим воспитать наших детей и помочь им справиться с какой-то вредной привычкой, если мы хотим больше времени проводить с мужем, чтобы он как-то исправил отношения в доме, и вообще это на все, конечно, евреи, соблюдающие, слава Богу, это влияет на все сферы жизни. Если мы хотим, чтобы нас услышали, начните неделю до этого разговора работу, для того, чтобы наполнить человека, который является сосудом, своей любовью, доказать ему, что все, что я говорю, это только потому, что я люблю, а не потому, что я высокомерная коза, которая хочет сделать тебе замечание и только показать тебе на твои плохие стороны и никак не исправить, возвыситься на твоем фоне, а не поменять тебя вместе. Это то, что мы учим от Аарона первого коина. У нас сейчас принято, я уверена, вы слышали, в летние недели учить книгу Перкеа по учению отцов. Моя вообще самая любимая книга, такие вот этические, не религиозные, не аллахические, именно этические поведенческие нормы, которые должны быть внедрены в человека для того, чтобы он оставался полноценной личностью. Так вот, что говорил Аарон? Очень интересно. Он говорил, люби все создания и приближай их к Торе. И это не просто так сказано, потому что религиозный человек, хасид, хабатник, который посвятил всю свою жизнь приближению других людей к иудаизму, он в первую очередь должен сказать, я нахожусь в каком-нибудь Херсоне, в деревне, в каком-то маленьком городе. Единственная моя цель, почему я здесь, почему я не кушаю большое количество кошерных продуктов, почему мои дети не ходят в лучшую хабатскую школу в Израиле, только для того, чтобы приблизить евреев. И в принципе, если вы спросите хабатника, какая его основная цель, он это скажет первым. Аарон первым выделил люби людей, а потом приближай их к Торе. Потому что, если раввин подойдет к вам в синагоге и скажет, ой, дамочка, короткая у вас юбка для прихода в синагогу, во-первых, вы больше в синагогу не придете, во-вторых, вы обсуждая этот случай со своими знакомыми, легко придумаете, не мне вам рассказывать миллион слов, какое ему вообще дело до моей юбки. но если этот же раввин или этот же человек, или этот же подруга, или этот же муж до этого десять раз скажет, как круто, что ты пришла в синагогу, садись, тебе в синагоге есть место, у тебя есть седура, а ну, давай, моя старшая дочка, сядь с этой женщиной, она тут новенькая, помоги ей почитать. То эта женщина, почувствовав, что в этом месте ее любят, ждут, она сама начнет спрашивать, она сама увидит, что вокруг принято юбки, закрывающие колено, она сама начнет приближаться и будет делать это с любовью, а не из-под гнета. Если мы хотим что-то изменить в окружающем нас мире, мы в первую очередь должны полюбить этого человека и дать ему это почувствовать, и тогда наши слова будут приняты. И, конечно же, я с вами заканчиваю же, я вижу время, вы прям молодцы. Не уменьшайтесь в количестве, а только увеличивайтесь. Дай Бог, чтобы это было так всегда. Секунду. Последнее. Самый яркий вообще представитель того, как использовать это правило, как внедрить его в жизнь, был сам Мошера Бейну. подумайте. Извините, конечно, вот те, кто меня не знают, слушают мои уроки впервые, вам может показаться, что я иногда выражаюсь очень грубо и очень как-то не в контексте Тора. Но вот такая вот у меня манера общения, извините, если кому-то она кажется грубоватой, как говорится, что думаю, то и говорю. Но если мы с вами посмотрим на всю жизнь Мошера Бейну, как он себя ведет с еврейским народом, то можно сказать, что в принципе это такой характер терпила. Мошера Бейну все хавает. Он никогда еврейскому народу не дает никакую критику. Мало того, что он не критикует еврейский народ, он еще и постоянно грудью нам бразуру кидается защищать его. Что бы народ не делал, спасибо, что бы народ не делал, он всегда до прям мурашек рвет на себе рубаху и кричит не трожь мой народ, вычеркся, вычеркни меня из своей торы, я не дам его в обиду. Моша такой, знаете, вот просто любит без оглядки, не обращает внимания на грешки. Это когда сидит на площадке мамочка, у нее ребенок кидает совком песком на всех детей волосы, вот этот вот песок, а мама не обращает внимания, ну ничего, ты так красиво держишь этот совочек, отличная мелкая моторика у моего мальчика, вот, знаете, тот тип, который вообще не замечает и не делает никакие замечания, не обучает ничему. и тут Мошера Бейна узнает, что за какие-то там грехи, через пять недель официальная дата его смерти, весь народ заходит в землю Израиля, которым все время эти 40 лет в Египте шел, Мошера Бейн уже на входе в Израиль умрет. Мы с вами уже говорили на эту тему, что чувствует человек, не дай бог, ни о ком не будет сказано, который знает дату своей смерти. Давайте предположим, что ровно в 120 лет в дату вашего рождения каждый из нас освободит нашу душу и она с божьей помощью прям наполненная заповедями отправится ко всевышнему. Спасибо. Что мы будем делать за пару недель до приближения этой даты? Ну, дай бог, чтобы у нас в 120 лет у всех были силы, деньги и возможности. Давайте так. мы, конечно же, попросим у всех прощения, мы поедем на море, мы спрыгнем с парашютом, мы сделаем что-то, что мы не успели сделать, мы исполним какие-то мечты и обязательно, обязательно очистим свою совесть от людей, которые на нас обижались, от каких-то ситуаций, которые мы не разрешили, потому что это последние дни и все их будут тратить с какой-то пользой. Мошера Бену делает вообще все наоборот, страннейшее поведение у человека, как будто он получил какой-то стресс от того, что его дата смерти приближается и он начал себя вести вообще неадекватно. Вдруг за пять недель он каждый день начал подниматься на биму и вспоминать и вспоминать еврейскому народу все грехи, которые были от начала их знакомства и до сегодняшнего дня. Чувак, ну уйди уже спокойно, выйди на пенсию, зачем ты так красиво себя вел, такой завоевал уважение у еврейского народа, и вдруг ты начинаешь вспоминать все грехи, это не дай бог, знаете, когда пара у них не налажено общение и ссоры, когда происходит ссора, в конце они просто обнимаются, говорят, ладно, извини, извини, не обсуждают, что произошло, вот этот вот осадок, он остается и потом там через год может вдруг всплыть, а помнишь, вот тогда ты мне такое сказал, почему она всплывает, потому что она когда-то не отработалась, не проговорилась, она до сих пор у нас сидит открытой раной, смуши рабейну, он все это время молчал, 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 и вдруг эта открытая рана у него начала кровоточить, ах вы такие, а вот помните 40 лет назад, а вот 39, а когда вы золотого тельца сделали, похоронив меня заживо, не веря, что я спущусь, вы вообще на кого меня про ним променяли, на золотого тельца, да чтоб вы знали, я все помню, и он начал говорить еврейскому народу, как надо было себя вести, какие заповеди надо больше соблюдать, где связь между заповедями и там болезнями, которые мы получаем, испытаниями, которые мы в нашей жизни, где вот, что надо исправлять, в общем, почему он это делает, это прям настолько актуальный вопрос, почему у человека так сносит крышу перед его смертью и он начинает вести себя так, как он никогда не вел и это не характерно было для него. И ответ очень прост, он заключается именно в нашей теме, потому что всю жизнь Мушене чувствовал, что он наполнил еврейский народ своей любовью. Постоянно что-то случалось, постоянно. То евреи не верят, что их египтяне не убьют, то они не доверяют Муше, что у них в пустыне будет еда, а потом вдруг оказывается, что мужчины поколения, которые были рабами в Египте, вообще не зайдут в землю Израиля и все эти 40 лет, что наш Сусанин водил нас по пустыне, чтобы родились новые люди и сменились поколения, чтобы новое поколение, которое не было в Египте, зашло в Израиль. Это значит, что каждый год 40 лет подряд 9 авра люди вставали, копали себе могилы и каждый год в этот день умирало 10 тысяч человек, 15 тысяч человек, 20 тысяч человек и они до последнего не верили, что Мушер Абейну вообще их не испытывает, они не доверяли ему, они ждали подвоха, они постоянно боялись, что он их киданет, в какой-то момент и Мушер Абейну понимал, что все его претензии будут услышаны только с какой-то предъявой, типа на себя посмотри, да ты нас подставил, да ты нас в пустыню вывел, да у нас там хотя бы еда была, а тут что, мы этот ман жрем, вообще не безвкусная какая-то субстанция и вдруг Мушер Абейну у него получается победить Амалеков, доказать, что эти все 40 лет были не напрасны, встать на гору и увидели все Израиль, в который они идут, и услышали они Всевышнего, и получили они Тору, и получили всю мудрость, и почувствовали себя любимыми и вдохновленными, и поняли, что все эти испытания, которые были, они привели к какой-то заветной точке, к финишу, к победе, к какому-то эмоциональному вообще кайфу, что все было не зря, и тогда они искренне поняли, что Мушер все это время желал им счастья, и тогда перед смертью, когда он им доказал уже полностью, что он их любит и никогда не желал им зла, началось все, что началось, вся критика, все недовольства, как вы думаете народ это воспринял? Должен был воспринять негативно, но мы-то знаем, что произошло, в самой Торе написано, и после смерти Мушер, хотя все люди от мала до велика знали, что Мушер Абейна умрет в такую-то дату, и очень долго к этому готовились, и в принципе их это не должно было как-то воодушевить, ну умер, все знали, вот мы завтра встаем, Мушер Абейна уже с нами не будет, ну похороним и пойдем работать, нет, 30 дней, ребята, весь народ плакал, плакивая Мушер Абейну, потому что только в конце они поняли, что он реально их любил и хотел им добра, и это тот урок, который я бы хотела с вами выучить из этой недельной главы, мы все хотим стать лучше, мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим, чтобы нас оправдывали, и никогда не судили с горяча наши проступки, потому что никто из нас не делает ничего по злому умыслу, никто из нас не хочет сделать плохо своим родителям, своим детям, своему мужу, проблема только в том, что мы не научились правильно доносить то, что у нас есть на сердце, и если мы выучим этот урок и сможем хоть немножечко улучшить нашу коммуникацию с другими людьми, мы станем на эту капельку счастливее, и остальные тоже это почувствуют. И все, спасибо, что были со мной, я иду кушать мясо, праздновать день рождения нашей страны, и благодарю вас за то, что вы были со мной все это время. Не очень качественный урок, не очень красивое видео, но я надеюсь, вы почувствовали, что я это все хотела от сердца к сердцу, что называется. Хорошего вечера!